Добрый вечер! Добрый вечер! И пусть ее едят на святом месте, во дворе тахатра собрания, то есть внутри храма. И дальше, чуть ниже, Тура говорит, а всякая жертва за грех, кровь которой вносится в шатер собрания для искупления в святилище, не должна быть съедена, она должна быть сожжена. Выше написано, что всякую жертву за грех должны есть коаним, священники, и пусть ее едят на святом месте. Сразу после этого, а вот если ее кровь несли внутрь, во внутреннюю часть храма святая святых, тогда ее нельзя есть, она должна быть сожжена. О чем здесь идет речь? Как этот отрывок вообще понять? Возможно, два понимания. И обе точки зрения приводятся в Талмуде, есть дискуссия на эту тему. Понимание первое, что здесь идет речь об особых видах очистительных жертв за грех. Они были упомянуты в самом начале книги Воикра. Это жертвы, когда приносятся быки, и они должны быть сожжены. Они приносятся не просто за грех, а за ошибки, которые совершают люди, коим надлежит указывать еврейскому народу путь, давать им аллогические установки закона, это либо Сан-Идрин, Верховный суд, либо Коэн-Гадоль, первосвященник, если они ошибаются, и разрешают сделать одно из действий, которое строжайшим образом запрещено, из-за которого плагается наказание Карет. А они в результате своей ошибки постановили, что можно так делать, и люди, послушав их, совершили эту ошибку, то они за свою ошибку должны принести в жертву быка. Причем вот кровь этого быка вносится внутрь, в святая святых, в отличие от всех жертв, кровь которых попадает на внешний жертвенник, который стоит во дворе храма, и после того, как кропится кровью этих жертв внутренний жертвенник, после этого написано, что они должны быть сожжены. Может быть, речь идет об этом. Хотя Тура здесь вроде бы могла и оговориться. Сказано просто, а всякая жертва за грех, кровь, которая вносится в шатер для собрания, в шатер собрание для искупления, в святилище не должна быть съедена. Но можно так объяснить, безусловно. Можно объяснить и по-другому. Можно объяснить, что речь здесь идет о самой обычной жертве за грех. Там, где человек совершил ошибку, грех по ошибке, например, нарушил субботу. Нарушил субботу – это запрет, за который полагается тоже наказание. Карет. И если, в случае, если запрет был нарушен злоумышленно, а если по ошибке, то тогда человек должен принести очистительную жертву за грех. Но, как было сказано раньше, ее кровью нужно кропить в жертвенник внешний, а затем ее мясо должно быть съедено священниками. И сам момент искупления греха, искупления вины человека – это именно момент, когда куаним, священники, едят мясо этой жертвы. Но если по ошибке была сделана ошибка, и коины, священники, по ошибке внесли кровь этой обычной очистительной жертвы, внесли ее внутрь, в святая святых, и там кропили внутренний жертвенник, вот здесь вот эта ошибка, она уже фатальна, и тогда эта жертва не засчитывается, она негодная, есть ее ни в коем случае ее мясо нельзя коинам, и все, что остается, это только вынести ее и сжечь. Итак, два возможных объяснения, о чем здесь идет речь. В Талбуде, как бы сказал, сказываются оба мнения. Раши. Раши приводит только одно мнение. Он пишет так, «Овсякая жертва за грех, если священник внес кровь, внешней очистительной жертвы, внутрь шатра или храма, тогда жертва недействительная, не засчитывается, она не кошерная, и тогда ее следует только сжечь». Отдельный вопрос, почему Раши здесь, Раши ведь не, Раши комментатор, он не занимает какую-то позицию в дискуссии. Вместе с тем, несмотря на то, что в Талмуде приведены два мнения, Раши здесь выбирает только одно и комментирует это, исходя из одного мнения. Почему так, это отдельный вопрос, в него входить не будем. Но в любом случае, позволено нам будет остановиться на самом том факте, что Тора разделила очистительные жертвы за грех, разделила их на два разряд. Одни внутренние, другие внешние. Так они называются в лаке. Есть хатат пневмит, внешняя очистительная жертва, и есть хатат хитсунит, внешняя очистительная жертва. Вопрос, куда идет кровь, этой жертвы. Либо кровь ее идет на внешний жертвенник во дворе, и мясо ее съедается, либо кровь идет внутрь, святая святых, и тогда уже мясо ее не съедается, а только сжигается. Не из-за ошибки, а потому что так должно быть. Есть ли какое-нибудь объяснение, есть ли какое-нибудь понимание вот этой разницы? Мэйр Симха из Двинска в своем комментарии Мэши Хохме предлагает такое объяснение, напомнив нам, что вообще строение мешка, настроение соборного шатра и в какой-то степени храма в дальнейшем, представляет собой модель человеческой личности, а уж коли так, то и всего мира, потому что человек – это микромир, то есть схема сотворения мира, она одна. И эта схема, она и в макро, и эта схема, она и в микро. Весь мир, он схематически проявляется в личности человека. Ну, а храм, он представляет собой место, как бы пребывания Всевышнего, стало быть, он тоже представляет собой некоторую модель мира и модель человека. «Коли уж модель мира, то модель человека очевидна». У человека, когда говорят о личности человека, то всегда различают три основных этажа человеческой личности, хотя на самом деле подход здесь несколько иной. Различают три этажа человеческой деятельности, а затем уже объясняют, что им соответствуют и три аспекта человеческой личности. Итак, с точки зрения действия мы все хорошо знаем. Мы думаем, это один вид человеческой деятельности, совершенно иной вид мы чувствуем, испытываем эмоции, и, наконец, третий вид, мы совершаем физические поступки. Вот это три уровня человеческой деятельности. Им соответствуют три этажа человеческой личности, а именно есть у человека разум, есть у человека эмоциональный центр, с разумом обычно отразивляют мозг, тот физический орган, при помощи которого, этот компьютер, при помощи которого человек мыслит, есть эмоциональная сторона, есть эмоциональный этаж, ему обычно соответствует сердце, и, наконец, есть физическая сторона, тело человека, которое, к которому соотносит печень. Можно рассмотреть это как три этажа, но на самом деле более точное было бы, если уже говорить здесь о модели, сколько это только возможно, то уж более подходило бы разделение на более внутренние и более внешние части. Самая внешняя часть человека, внешняя очевидно, это его тело, есть более внутреннее, то, что ближе к человеческому я, следующее за телом, за физической стороной, это эмоциональная сторона, она не самая внутренняя, она не самая глубокая, она, конечно, более глубокая, чем человеческое тело, иногда можно увидеть у человека на его лице улыбка, а в глубине сердца этот человек печален, есть разлад между внешним и внутренним, внешне улыбается, внутренне расстроен, но есть еще более глубокая сторона, это человеческий разум. И храм, он тоже так был построен, внутренняя часть храма, там, где святая святых, там, где хранились скрижа Лизавета, это вместилище разума, вслед за ним сердце, как бревна, из которых был построен сам шатер, его стены, они как ребра, которые защищают вот эту внутреннюю часть человека, ну и так далее, и так далее. Ну, а вот теперь вернемся к вопросу о жертве. Так, искупление, нужно исправление ошибки. Ошибки бывают разных видов. Бывают ошибки, происходящие на физическом уровне, то есть человек особо не подумав и не вспомнив и что-то такое сделал по ошибке, он вообще забыл, что сегодня суббота, вообще не подумал, забыл, что сегодня суббота и сделал какое-то действие, которое является нарушением субботы. Есть ситуации другие, в которых человек движим желанием в острие, ему очень хочется что-то сделать, в том числе, может быть, ему хочется сделать что-то, что-то запрещено. И, наконец, есть третий уровень ошибки, ошибка разума. Когда человек ошибается и думает, что то, что строжайшим образом запрещено, на самом деле, а он думает, что это разрешено, и даже так правильно, и даже так верно, может быть, даже битва так делает, так он считает. Так вот, что касается исправления, что касается обычных очистительных жертв, то, что называется хатат хитсуна, хатат хитсунит, внешняя очистительная жертва, она предназначена для того, чтобы исправлять обычные ошибки, не касающиеся разума, они внешние. Это не самая внутренняя, не самая глубокая часть человека здесь виновата. это ошибки внешние, а не причина их либо в физической стороне, либо в эмоциональной стороне, в желании, в стремлении, в влечении, которые приводят здесь к греху. Для того, чтобы исправить эту ошибку, достаточно внешней очистительной жертвы, и ее кровью кропиться внешней жертвы. Но когда грех, мы привели два примера, либо Сан-Идрин, высший суд, либо Куэн-Гадоль, первосвященник, они выносят неправильное решение, они ошибаются, и ошибается здесь разум человека, разум человека повел его не туда, принял ложь за истину, и наоборот. То здесь эта ошибка очень глубокая, она уже, она находится в самой-самой глубине человеческой личности. Поэтому исправление идет при помощи хатат, пневмит, внутренняя очистительная жертва, кровь ее идет во внутреннюю часть святая святых. Более того, понятно отсюда и что происходит в дальнейшем с мясом. Если хатат, это внешняя очистительная жертва, которая приходит исправить грех человека, вызванный физической или эмоциональной стороной человеческой деятельности, то там мясо можно съесть. Не только можно, мясо обязательно съедается. Почему? Да потому что материальная и физическая сторона человека, которая отвечает, которая является причиной каких-то грехов человека, это не значит, что если человек согрешил из-за того, что в нем сработало очень сильно какое-то влечение, то если так, то человеку нужно отказаться от физической деятельности, от физической стороны жизни с ее влечениями инстинктами и так далее, вовсе нет. Физическая сама по себе физическая сторона человеку не мешает, ее только нужно направить правильно. Ест человек, ну и хорошо, что он ест, только пусть он ест кошерное, пусть он не ест некошерную пищу, и пусть он ест правильно, пусть он ест лешем шумаем, пусть ест в субботу, и пусть ест лешем митзва, и пусть ест во славу суббот, праздников ради митзвы, ради того. Весь вопрос только перенаправить, уже называется лэкадеш, осветить, дать направление, использовать ради высокой цели, и тогда вся материальность она на месте. Поэтому от нее отказываться не следует, поэтому все, что нужно, это только перенаправить, что и достигается тем, что, как говорит Алмуд, куаниму, хлиму, бали, миткаприм, то есть, именно в тот момент, когда священники, коины едят мясо, эти жертвы, именно в этот момент происходит искупление. Здесь те действия, которые человек произвел, те нарушения, которые человек произвел, из-за физической или эмоциональной составляющей, они здесь и приходят к своему исправлению. Но если это ошибка разума, то ошибку разума невозможно перенаправить, ее невозможно использовать в мирных целях, ее невозможно осветить, ее с ней ничего нельзя сделать, нужно только от нее избавиться. Поэтому и мясо очистительные жертвы, которые приходят за грех ошибки Санедрина либо первосвященника, когда они ошиблись и разрешили то, что запрещено, то здесь никто это мясо не ест, его сжигают. Ничего с ним нельзя сделать, только сжечь. Когда у человека есть неправильное мировоззрение, когда он неправильно думает, когда он путает ложь с истиной, то тогда, пока он не избавится от этой ошибки, ничего не поможет. Сказал один из умных людей, такой человек, у которого есть ошибка, ему и емкий пул не поможет. Если человек грешит из-за того, что ему в усмель что-то хочется, желание его толкают, влечение его толкают, такой человек от страха перед Богом Йом-Кипур. Раскается, раскается, попросит прощения, постарается исправить. Но если у человека есть неправильное представление о Торе, если человек путает вещи, если человек считает, что то, что запрещено, он считает это разрешенным, или даже, может быть, наоборот, он считает, что это митцва, тогда Йом-Кипур ему не помогает, наоборот, что происходит в Йом-Кипур. В Йом-Кипур он будет каяться, что он недостаточно самоотверженно делал то, что он считает правильным делать, а это Торе, наоборот, считает неправильным. Поэтому единственная возможность человеку здесь что-то исправить, это только попросту избавиться от этих ложных представлений, избавиться от неправильного мышления и другого выхода здесь нет. Это то, что касается очистительных жертв. И вот дальше в седьмой главе, все еще в недельном разделе ЦАФ, Тора переходит к следующему разделу, к следующей группе, к третьей большой группе жертвоприношений, то, что называется Шламим. Так, напомню, первое это Олот. Олот, как принято переводить на русский язык, все сожжения, то есть жертвы, которая целиком сжигается на жертвеннике. Вторая группа Хатат, жертва, которая приходит, это очистительные жертвы в случае греха. Внутренние части сжигаются на жертвеннике, мясо едят священники. И, наконец, вот закона мирной жертвы. Условно переведем от слова Шалом мирные жертвы. Почему? Ну, прежде всего, потому что так принято переводить и изобретать колесо заново не будем. Поговорим потом отдельно о смысле. Так вот, закона мирной жертвы, которую приносит Богу, если кто-либо приносит ее в благодарность, то он должен принести вместе с благодарственной жертвой пресные хлебы. Тора не говорит сначала в каком случае, в каких случаях приносятся вот эти самые мирные жертвы не представляют собой классификацию. Сразу переходит к конкретному вопросу. Если один из видов такой мирной жертвы, а именно жертвы благодарности, если ее кто приносит, тогда нужно сделать так. Первое, нужно принести вместе с благодарственной жертвой, имеется в виду с жертвенным животным, который пойдет в эту благодарственную жертву, нужно принести с ним пресные хлебы. Пресные хлебы имеется в виду хлеб, который выпечен невзошедшим, имеется в виду хлеб не те крекеры, мацы, которые мы привыкли есть на Песах, а здесь имеется в виду обычный толстый хлеб, только из невзошедшего теста. Пресные хлебы изготовлены из муки, смешанные с оливковым маслом. И пресные лепешки, помазанные маслом. Здесь вот словом пресные лепешки переводчик обозначает как раз то, что нам хорошо знакомо, это вот эти самые тоненькие крекеры, рыки ким, как они называются в Торе, которые мы едим на Песах. Так вот, эти пресные лепешки, они уже помазанные маслом. И заварные хлебы из тонкой пшеничной муки. Интересно, помнит ли, знает ли сегодня кто-нибудь, что такое заварной хлеб, что такое заварное тесто? Заварное тесто имеется в виду, что самые простой пример, что делается из заварного теста, это русские бублики. Как делаются русские бублики? Сначала замешивается тесто, и затем оно бросается в кипящую воду, варится в течение, по-моему, одной минуты. После этого извлекается, будучи сваренным и сильно разбухшим, а вот после этого оно печется. Это называется заварное тесто. Так вот, третий вид хлебного приношения, который носится здесь, это вот заварные хлебы из тонкой пшеничной муки, смешанной с оливковым маслом. Сначала замешивают муку на масле, затем варят в кипящей воде и затем уже пекут. Так, три вида хлеба было предислено до сих пор. Вместе с квасными хлебами должно принести свою жертву при принесении мирной благодарственной жертвы. То есть всего получается четыре вида хлеба. Три из них маца это хлеб из не сбродившего теста, это халот, ракиким и заварное тесто, хлеба, лепешки и заварные, заварной хлеб. И четвертый вид, он должен быть хамец, обычный хлеб из сбродившего теста. И он принесет от нее по одному из каждого приношения возношению Богу. Кому ее принесет священник, укропящему кровь мирной жертвы. То есть из четыре вида хлеба, это не значит, что каждого вида по буханке, это намного больше, но от каждого, а конкретно, Лоха говорит, что имеется в виду десять, десять буханок, десять штук каждого из четырех видов хлеба, и из каждого из них нужно отделить по одной штуке, то есть одну халу, одну мацу, один заварной хлеб и один хлеб хамец, и все это дать священнику. Кому? Тому, кто работает сегодня в храме. Ему это достанется. Ну, а мясо? А мясо мирной, благодарственной жертвы должно быть съедено в тот день, когда ее приносят, нельзя оставлять от него до утра. Мясо имеется в виду едят хозяина, то есть те, кто приносит эту жертву. Вот такой отрывок в Торе. Первый вопрос для обсуждения это само название шламин, которое мы перевели пока что условно как мирные жертвы. Насколько это правильный перевод. Среди комментаторов мнение расходится. В основном есть два основных направления, как объяснить название шламин. Либо от слова шалом, как мы сказали, мир, либо от слова шалем, что означает цельный, полный, совершенный, беспорочный. Если мы скажем, так думают очень многие комментаторы, что имеется здесь в виду именно шлеймут, полнота совершенства, это означает, что это жертва, это жертвопоношение должно выразиться вот это вот состояние полного умиротворения человека. А когда человек достигает вот этого полного умиротворения, когда он чувствует совершенно полнота существования совершенства. Ведь человеку всегда чего-нибудь хочется. Человек всегда к чему-то стремится и очень часто к тому, чего у него нет. нет такого человека, который умер бы, который перед смертью мог бы сказать, что хотя бы половину своих желаний удовлетворил. Когда же у человека есть такое ощущение? Когда можно сказать, что испытывая такое ощущение он? Есть такая ситуация. Когда у человека чего-то резко не хватало, когда он был подвергнут состоянии опасности, и когда она миновала, когда человек избавляется, вот в этот самый момент избавления от беды, когда человек вновь обретает потерянное спокойствие, вновь обретает потерянное что-то, что он потерял, в этот момент он ощущает ту самую полноту бытия и желание отблагодарить. Умиротворение. Само жертвоприношение здесь, в момент этого убиротворения и ощущения полноты бытия, оно должно выразить самое главное. Понимание того, что произошло это не само по себе. Не просто так вернулось человеку его благосостояние, не просто так вернулся ему его покой. есть тот, кто давал ему. Это дар свыше. И отсюда должен быть акт благодарности, который и реализуется через принесение желатоприношения. Может быть и по-другому объяснить, что слово «шламим» если со стороны шлемут полноты цельности и совершенства, то имеется в виду, что человек, который находится в беде, и ему резко чего-то не хватает, он стремится вновь обрести то, что он теряет, находясь в беде, то он стремится к этому совершенству. И это то, что человек в тот момент думает, что если только Бог вернет ему благо утерянное, если только Бог вернет ему утерянный покой, то тогда он будет ему благодарен. И тогда он принесет эту самую жертву, жертву, которая будет выражать то совершенство, ту цельность, которую человек лишился и которую он так страстно желает вернуть. Так пишут комментаторы, которые объясняют название шламим. от слова шалем, что означает полный, совершенный, непорочный трендер. Есть и другие. Они говорят о мире. Что значит мир? Какая здесь война? О каком мире здесь может идти речь? Мир, пожалуй, как это выражает Раша, имеется здесь в виду, что жертвы эти названные шламим, как объясняет Раша, потому что они несут шалом, мир и согласие и жертвеннику, и священникам, и владельцам. То есть каждый здесь получает свою долю в такой как бы общей трапезе. Есть здесь общая трапеза, в которой никто не выходит обделенным. Всем полагается своя доля. Есть три фактора это человек, владелец, который хочет принести жертву, это жертвенник, который как бы представляет Творца мира, и это священник, который является здесь подсредником между человеком и между жертвенником. Каждый из них получает свою долю. Часть жертвенного животного сжигается на жертвеннике. Часть мяса дается коину, в отличие от хатат, от очистительной жертвы, которая целиком съедается коину, здесь он получает только небольшую часть, а все остальное мясо возвращается снова к владельцу, который его и съедает. Итак, мир, то есть совместная вот такая гармония, больше гармония, чем мир, общая такая трапеза, в которой участвуют все, в которой никто не оказывается обделенным. Вот это второе объяснение происхождения названия жертв шламин, от слова шалом, мир и гармония. Есть три вида шламин, жертв, которые приносят люди. Это первое, которое уже было упомянуто Турой, это благодарственная жертва. Второй вид это недр, то есть обед. И третий это недава, добровольная жертва. Недр, недарим недавод, обед и добровольные жертвы, они очень близки друг к другу. В принципе, и те, и другие добровольные. Только потому, что одна названа недава, то только она. Нет, они обед добровольны, в том плане, что человек сам принимает на себя обязанность их принести. Но коли он принял на себя такую обязанность, будь то недр, будь то недава, то с этого момента он обязан их принести. То есть, вся эта добровольность была до того, как человек принял на себя эту обязанность. Никто его к тому не понуждал, он сам захотел. Но коли захотел и принял на себя, теперь обязан. А в чем же разница между ними? Разница вот какая. Если человек, глядя на какое животное, ходит такая овечка, симпатичная такая. И он говорит, вот эту овечку я принесу в жертву Богу, это называется недава. Она, эта овечка становится предметом, становится объектом заповеди. Ее он обязан принести в жертву Богу. Что будет, если человек не успел принести ее, эта овечка безвременно ушла из этого мира. Что делать? Она была предназначена жертвой Богу, не получилось. Недер это когда человек не говорит о конкретной вещи, а когда говорит он о себе. Арей Алай, то есть я принимаю на себя обязанность принести животное в жертву, например, барана или овечку. Он не конкретизирует какую овечку и не овечка становится здесь объектом, а он принявший на себя эту обязанность, он обязан. И даже если он потом выделил, решил, что он определенную овечку принесет в жертву, она, как мы сказали, безвременно ушла из этого мира, то он не может сказать, что я могу сделать, поскольку обязанность не на овечке, а обязанность на нем. Стало быть, если та овечка, про которую ты думал, она по какой-то причине не может быть принесена, значит принесет другую, обязанность она на тебе. Итак, это три вида. Туда, что означает благодарственная жертва, недор, обед и недова, добровольная жертва. Ну, начнем с студа. Благодарственная жертва. Пирстравирш, мы уже учили о мирных жертвах, мы убеждены, что можем определить эту жертву как символ личности, чувствующей, что она пребывает в состоянии шлеймут, завершенности, ни в чем не испытывающей недостатка. Личность, которая ищет близости Бога и с помощью вот этого состояния покоя и то, что представляется нам сейчас, это особый тип жертвы, мирные трапезы, явившиеся результатом ситуации, в которой состояние полноты и совершенства человека оказалось под угрозой. Но затем, слава Богу, восстановилось. В принципе, все то, что мы сказали раньше, резюмирую здесь несколькими словами, то есть обязывающий момент, и здесь мы говорим про обязанность принести эту благодарственную жертву, в отличие от Недарин Венедавод, который человек добровольно понимает на себя обязанность, здесь при определенном течении обстоятельств человек будет обязан принести благодарственную жертву. коротко, как обзил Раввирш, это ситуация, в которой человек сейчас находится, ситуация, в которой состояние покоя и благосостояние человека оказалось под угрозой, но затем вернулось. Более конкретно это объясняется в Талмуде в трактате Брахот. Позволю себе зачитать целиком отрывок, который об этом говорит. Сказал Раввюда от имени Рава. Арбаа цирхим льодот четверо, четыре категории людей, они обязаны выразить благодарность Богу не в той форме, как им кажется, а вот в строгой форме, обозначенной в Талмуде, через благодарственную жертву туда. Кто эти четыре? Возвратившиеся из морского путешествия, совершившие переход по пустыне, исцелившиеся больной, человек, который был болен и исцелился, и тот, кто был заточен в темнице, был заключен в тюрьме и вышел на свободу. Вот четыре категории. Почему именно эти, а почему они другие? почему не человек, который должен, был обязан деньги налоговой инспекцией и расплатился? Откуда взялись эти четыре? Талмуд, что все четыре упомянуты в псалме царя Давида, описаны эти четыре ситуации поэтически и каждый раз завершается пониманием того, что они должны благодарить. Продолжает Талмуд так, откуда известно о возвратившихся из морского путешествия? «Как сказано, отправляющиеся на кораблях в море, видели они дела Божьи». То есть, как бы, Талмуд, люди, которые моряки, те, кто часто плавают в море, они обычно люди богобоязненные, потому что столько раз они смотрят в лицо смерти, когда не обязательно девятый вал, но когда хотя бы даже любой серьезный шторм страшно становится. когда восставал ветер бурный, поднялись они до небес, когда волна взмывает корабль до самых небес и потом опускает в бездну, когда кажется, что ты уже идешь на дно. А дальше сказано, кружатся и шатаются они словно пьяные, когда корабль бросается из стороны в сторону, как пьяного. И еще и возопили они к Богу в беде своей, что совершенно естественно для моряков обращаться к Богу, поскольку человек понимает, когда человек обращается к Богу, когда у него есть четкое сознание того, что ничего ему не поможет, когда он чувствует себя игрушкой в руках титанов природы, понимает, конечно, что ничто ему не поможет. И вот тогда и возопили они к Богу в беде своей, и вывел он их из части их, и еще там сказано следующий стив, пусть благодарят они Бога за его милосердие и за его чудеса. И так мы получили первый человек, который пересек море, не обязательно чтобы с ним случился шторм, не обязательно ему пережить девятый вал, вовсе нет, но это могло произойти, безусловно, и путешествие по морю, это путешествие, которое может представлять собой опасность, это источник опасности, если человек его счастливо пересек море, совершил морское путешествие, то ступив на землю, на сушу, он должен отблагодарить Бога, принести ему жертву благодарственную туда, которая и выразит его сознание, необходимое здесь сознание, что Бог спас его от стихий. Продолжает дальше Талмуд, откуда известно о совершивших переход по пустыне. В общем-то похоже на море, поскольку пустыня тоже место не приспособленное для жизни человека. Как сказано, заблудились они в пустыне, голодные и жардущие, но они взывали к Богу и повел он их прямым путем, пусть благодарят они Бога за его милосердие. Уйду в вашем кантом. Люди, которые пересекали пустыню, безусловно, это тоже люди, которые находились в опасности. Не дай Бог заблудиться в пустыне ни воды, ни жизни. И если человек пересекает пустыню, Бог помогает ему найти правильный путь, выводит его к обитаемым частям суши, такой человек, конечно, должен благодарить. Откуда известно об исцелившемся больном? Из того же самого псалма. 107-й псалом царя Давида. Всякую пищу отвергает душа их человек больной, которым их в состоянии даже есть, если он есть не будет, уж точно помню. Но они взывали к Богу в бедствии своем, послал он слово свое и исцелил их. Пусть благодарят они Бога за его милосердие. Так третья категория людей больные, которые уже исцелились. Откуда известно продолжает Алмуд, что тот, кто был заточен в темнице и вышел на свободу, что он тоже обязан приносить туда жертву благодарственную, как сказано у царя Давида там, в том же самом салме, сидящие во тьме и мраке. Так как ослушались они слов Божьих и подавил он страданием сердца их и воззвали они к Богу. Снова сколько естественно для человека не только для больного, но и для заключенного обращаться к Богу, вывел он их из тьмы и мрака, пусть благодарят они Бога за его милосердие. Ну и вот все это пространное рассуждение в Талмуде, в котором приводится доказательство для четырех категорий людей, все это Раши резюмирует кратко и лаконично, как у него принято, и пишет так. Эту жертву благодарственную приносит человек благодарный за случившееся с ним чудо. Здесь в Раши появляется еще один момент, который не озвучен прямо в Талмуде. Получается, не каждый раз человек, который был в состоянии, в котором его покой нарушился, вернувшись в состояние благосостояния человек должен приносить жертву, а там, где мы сможем разглядеть здесь чудо, пусть небольшое, пусть миниатюрное, но все-таки чудо. Например, благополучно возвратившись из морского путешествия, из пустыни, освободившись из тюрьмы, а также излечившись от болезни, должны благодарить Всевышнего, как сказано, буду благодарить Бога за милость и непостижимые чудеса, явленные людям, буду приносить благодарственные жертвы, снова Рашид цитирует царя Давида в псалмах. Так вот, если некто дал обет принести мирные жертвы, в связи с одним из этих случаев, то эти мирные жертвы благодарственны и требуют приношения хлебов, о которых говорится в этом разделе. Назвался груздем, полезай в кузов. Есть, как только возникла обязанность приносить эту благодарственную жертву, то вместе с ней Тора устанавливает, каким образом это приносится, а именно четыре вида хлеба вместе с жертвенным животным, четырех разделов, о которых мы говорили выше. Их едят только на протяжении одного дня и ночи. Здесь есть дополнительный закон, который выделяет благодарственные жертвы от других видов шламим. Для шламим, для этих мирных жертв лимит времени, который Тора устанавливает, шней ямим билай лей хат. Это день, ночь и день. Жертва приносится днем, ее можно есть до конца этого дня, в который она принесена, и следующую ночь, и следующий день. По истечении второго дня ночью больше ее есть нельзя, и если оставили это мясо, это мясо становится мутар, оно запрещено, нельзя его больше есть. что касается благодарственной жертвы, то лимит времени более строгий. Их едят только на протяжении одного дня и ночи. Сегодня днем принесли эту жертву, можно есть ее весь день и всю ночь. На рассвете она становится мутар, оставшиеся мясо есть больше нельзя. Этим она отличается от других мирных жертв. имеет смысл посмотреть еще один момент. Здесь мы говорили о законе Торы, по которому следует приносить эти вот жертвы за грех. Наши мудрецы, развивая то понимание, которое они находят в этих отрывках Торы, постановили, дали новое постановление. И постановление это оно актуально для нас и сегодня, в отличие от жертв приношений, которые на сегодняшний день за неимением храма не актуальны, а постановление мудрецов актуально сегодня, а именно это необходимость, обязанность произнести благословение. благословение, которое приносит человек, оказавшийся в одной из этих самых четырех ситуаций, которое мы называем Биркат Агумель, благословение, в котором человек благодарит Бога за избавление от в той ситуации, связанной с опасностью, в которой он был. И так ее должны кто-кто должен говорить Биркат Агумель? Человек, который пересекал море. Правда, в наше время на кораблях мало кто плавает. Совершенно верно. Но люди, которые летают самолетами, а самолеты пересекают моря и океаны, хотя они их не бороздят, но над ними они пролетают. Поэтому с точки зрения Аллахи, человек, который совершил вот такой вот перелет на самолетик, включавший полет над морями и океанами, он тоже должен сказать благословение Биркат Агумель. Отдельный вопрос у Аллахи, а что будет, если человек летал так, что какой-нибудь внутренний полет и так получилось, что ни одного моря, ни одного океана он не пересек. Следует ли ему произносить Биркат Агумель? С одной стороны, воздушное путешествие тоже связано с определенными некоторыми опасностями, хотя, конечно, опасность невысокая, всем известно, что воздушный транспорт самый безопасный в сравнении со всеми остальными. Но все-таки на Аллахи принято, что если море человек не пересекал ни моря, ни океана, то Биркат Агумельон не говорит. Затем люди были, те, кто были больны и исцелились, не имеется в виду человека, который вылечился от насморка, человек, который был действительно серьезно болен, чтобы здесь был элемент чудесного избавления, ну, освобождение из заключения, из тюрьмы и переход через пустыню. Следует здесь напомнить, что в конце недельного раздела Бо в книге Шмот Бан объясняет там, почему так многие заповеди Торы связаны с исходом из Египта, с памятью об исходе из Египта. Объясняет там Рамбан, что в ходе исхода из Египта Всевышний проявил себя, продемонстрировав фантастические чудеса, благодаря которым, если у кого-то и были какие-то сомнения в вере, то тот, кто видел эти чудеса своими глазами, у них этих сомнений не осталось. И дальше Рамбан прибавляет там еще одну фразу очень известную. А узнав о великих и знаменитых чудесах, вот эти вот грандиозные колоссальные чудеса, типа рассечения моря, которые произошли при исходе из Египта, человек признает искрытые чудеса, которые являются основой всей Торы. Человек начинает понимать, что то, что происходит с ним, происходит не потому, что есть жесткие законы природы, по которым реализуется то, что происходит. Есть тот, кто управляет этим миром, есть тот, кто управляет этими законами природы. Он делает это неявно. Это происходит не так, как было в происходе из Египта, когда всем было ясно. Он делает это скрытно. Это скрытые чудеса. И нет у человека доли в Торе-Муше, пока он не поверит, что все с нами происходящее, все это чудеса, не связанные с природой и обычаем мира. То есть, что за всеми этими закономерностями того, что происходит с нами, за всем этим стоит Ашгаха, за всем этим стоит промысел Божий, который и управляет всем миром. И человек должен прийти... Понимание, воспоминание о тех больших чудесах, смысл его не в самом воспоминании, а в том, чтобы оно, это воспоминание о больших чудесах, внедрило в человека новое мировоззрение. Понимание, что и тогда, когда они происходят явные открытые чудеса, это не значит, что эта машина управляется самостоятельно. Это не значит, что здесь работает автоматический механизм. Есть тот, кто управляет этим миром, есть тот, кто стоит за всем тем, что происходит вокруг нас, даже если его направляющие руки мы не видим. Вот те же самые слова Рамбана можно соотнести и к обязанностям, которые постановили нам мудрецы. Человек, который пересек море и который видел своими глазами вздымающиеся волны, и когда у него сердце уходило в пятки при виде этих волн, он, конечно же, он почувствовал перст Божий, когда после этого ступил уже в порту на сушу. Конечно, такой человек, да. И мудрецы сказали, мало того, что ты это понимаешь, вырази это словами. Скажи благословение Богу. А если есть храм, то и принеси. То Тора здесь говорит, принеси жертву. Для чего? Для того, чтобы укрепить в человеке то самое сознание. Что даже когда ты идешь по улице, и ты не видишь вокруг себя вздымающиеся волны, и когда вокруг тебя проезжают просто машины, а не океанские лайнеры, то и тогда ты находишься в руке Божьей. То и тогда ты целиком и полностью зависишь от промыслов Божьей. И тогда нужно благодарить Бога, если удалось пересечь улицу мирным путем, и ничего не случилось, и слава Богу. Вот для формирования этого мировоззрения, для него так важны те самые благословения, благодарственные, благодарственные жертвы, о которых мы здесь говорим. Тема эта настолько важная, что, пожалуй, имеет смысл посвятить ей еще один дополнительный урок, в котором мы сможем рассмотреть дополнительные аспекты благодарности. Субтитры создавал DimaTorzok